Энтеровирусный менингит пока не намерен отступать. Напомню, в начале лета массовое заболевание детей было зафиксировано в Ростове-на-Дону, затем в Челябинске. Не исключено, что из-за этого же заболевания на прошлой неделе погибли четверо новорожденных в Надыме. Установить точную причину гибели детей в окружном департаменте здравоохранения обещают к концу текущей недели. Между тем, в Ноябрьске, к счастью, случаев вирусного менингита зафиксировано не было. Тем не менее медики рекомендуют горожанам не терять бдительность. Поскольку вирус очень изменчив и вакцины от него не существует, необходима профилактика. В первую очередь это соблюдение правил личной гигиены, а также питьевого и пищевого режимов. Кроме того, по словам специалиста, важнейшую роль в выздоровлении пациента играет вовремя начатое лечение. Любое недомогание ребенка, это повышение температуры, это слабость, рвота, не дай бог. Надо сразу обращаться к врачу. Не занимайтесь самолечением и не затягивайте, потому что при этой ситуации очень важен временной промежуток. Чем раньше начато лечение, чем раньше обнаружен этот вирус, тем быстрее ребенок пойдет на выздоровление. Сегодня выросли тарифы на услуги водоснабжения, водоотведения и отопления. Согласно решению окружного департамента цен и тарифов, стоимость кубометра холодной воды для населения теперь больше почти на 2,5 рубля и составляет 26 рублей 8 копеек. Примерно настолько же выросла плата за стоки, а вот услуги по горячему водоснабжению стали дороже сразу на 7 рублей. За каждый кубический метр горячей воды придется платить более 98 рублей. Заметнее всего поднялись тарифы на отопление. Одна гикокалория подорожала на 62 рубля и обойдется она простому потребителю в 1204 рубля.